Каждый из этих ребят лето провели с особой пользой. Пока некоторые их одногруппники отдыхали, бойцы студенческих отрядов на протяжении нескольких месяцев усердно работали. На всероссийской студенческой стройке «Мирный атом» в городе Озерске Челябинской области очень хорошо проявил себя строительный отряд «Олимпия». Работали мы на заводе радиохимическом, занимались облагораживанием территории. То есть установка бордюров, планировка территории, земляные работы в основном, и такие мелкие строительные работы еще были. Ребята из педотряда «Вегас» свое трудовое лето провели, трудясь в детском лагере. Многие из них – будущие учителя и воспитатели в детских садах. О том, что они работали по своей специальности, видят большое подспорье для будущей педагогической деятельности. Я ездила в лагерь методистом, непростым вожатым. Я составляла планы работы вожатых, организовывала их. Это очень большой опыт, который мне пригодится в будущем. И я хочу свою дальнейшую деятельность направить с вожатством и работать в лагерях. На протяжении трех месяцев бойцы студенческих отрядов трудились еще по четырем направлениям – научно-производственным, сельскохозяйственным. Работал также механизированный отряд, отряды сервиса и гостеприимства, отряды проводников. Всего за летний период было трудоустроено более двух тысяч человек. Это 88 отрядов. Каждый из них приобрел бесценный опыт и много впечатлений. Все сделано для того, чтобы их профессиональная стезя началась гладко и уверенно. Сейчас какие требования у наших работодателей? Обязательно наличие не только диплома, но и опыта работы. А студенческие отряды дают опыт работы. Это бесспорно помогает им, во-первых, понять, что такое труд. В принципе, сначала, пусть даже не по профессиональному, так скажем, обучению, много же ребят, которые работают в отрядах студенческих, не по профилю профессии, которую они получают. Направлений много. Стараемся, чтобы студенты, помимо зарплаты, помимо времяпрепровождения полезного, еще набирались опыт работы по своей специальности. Впереди у бойцов студенческих отрядов учебный год. Есть время подготовиться к следующему плодотворному лету. На торжественном закрытии третьего трудового семестра особо отличившихся ребят наградили благодарственными письмами и ценными подарками. Валерия Никитина, Евгений Фролкин. Народные новости.